Недавно мы проводили эксперимент, в котором проверяли, сколько раз можно сложить лист фольги пополам. Лист фольги был размером с бумагу формата А4. И тут у меня возникла мысль, а что если взять не такой небольшой кусок фольги, как мы давили, а взять целую рольку фольги и попробовать, сможет ли пресс настолько сильно ее спрессовать, чтобы она стала бы цельным куском алюминия. Сейчас мы это проверим. Для начала попробуем обойтись без пресса. Попробуем, насколько можно ее спрессовать только с помощью рук. Ну вот, получился такой шар. Теперь уплотним его с помощью молотка, настолько, насколько это возможно. Вот, получился вот такой кубик. А для дальнейшего уплотнения нам понадобится уже пресс. Но есть одно но. Мы будем его давить прессом не полностью, развив его максимальную мощность, а будем давить его постепенно с разных сторон, постепенно уменьшая его в объеме. То есть будем стараться сделать этот кубик чем можно меньше. Тут уже получился какой-то параллелограмм. Сейчас придадим ему форму куба с помощью молотка и попробуем его уже сдавить прессом, развив максимальную мощность в 100 тонн. И измельчил. Подготовьте лайки и подпишите заднируйтесь. По ощущениям, этот кусок фольги уже стал реально таким плотным и твердым. Появился даже характерный металлический звон. Сейчас прессанем еще раз, положить его на бок. Все-таки он еще недостаточно цельный, как слиток алюминия. Он разлазится еще по краям, что характерно именно для куска фольги. Но если его попробовать нагреть, а потом положить опять под пресс, сейчас посмотрим, что получится. Вот, а вот это уже совсем другое дело. Тут уже отчетливо слышен металлический звон. Да и края у него не разлазятся. Эксперимент удался на 100%. Мы реально получили из куска, большого куска фольги, слиток алюминия цельный. Этот слиток, его можно пилить ножовкой, обрабатывать наждаком, напильником. Он ведет себя, как кусок алюминия. Эксперимент удался бы по шагу. Я смотрю на 8 лет. Я смотрел на 10 лет. Я смотрел на 10 лет. Возвращаю на 4 лет. Я смотрел на 10 лет.